По традиции жеребьевка состоялась в администрации Улан-Удэ. В этом году заявки на участие подали 12 команд. Впервые за несколько лет на турнире мы не увидим зарубежных футболистов. Этот турнир немножко у нас перенесен с январских праздников на февральские, и поэтому зарубежных команд в связи с пандемией не будет. То есть Монголия, Киргизия, московские команды не приедут, то есть КПРФ. В основном все команды нашего сибирского федерального округа. Все команды разбиты по трем корзинам. В первой клубы из Улан-Удэ и к ним примкнувшие новосибирцы. Во второй представители Иркутской области, в третьей – Читинцы, Кемеровчане и Красноярцы. Первыми определять команды по группам вышли депутаты городского совета Анатолий Белоусов и Валерий Шикжитаров. Группа Д. Команда Верхнеудинск-355. Группа Д. Следом команде Верхнеудинск-355 в группу Д присоединились клубы «Сервика» из Иркутска и «ЛКО» из Красноярска. В трио под литерой «А» попали команды СВА из Новосибирска, «Ир-Аэра» из Иркутска и команда КМГУ корпорации «Аси-Д». Во второй группе «Б» сойдутся команды 36-й армии из Улан-Удэ, Усть-Ордынской «Тим-Каунти» и «Аян» из Читы. В группе «С» за лидерство будут бороться такие команды, как «Байкал Автотрак» Улан-Удэ, «Ангарский Гранд Байкал» и «Каспий» из Читы. Итоговую таблицу вы сейчас видите на ваших экранах. Согласно положению турниров, в плей-офф выходят команды, занявшие первые и вторые места в группах. Организаторы турнира отметили, что состав участников ровный, а потому игры будут интересными. Я могу смело сказать, что данный турнир является лучшим турниром Сибири и Дальнего Востока. Мы видим, что участвуют 12 команд, такие города, как Кемера, Новосибирск, Красноярск, Чита, Улан-Удэ, поэтому я думаю, что Иркутск. Я думаю, что команда очень сильная, команда является чемпионами и призерами различных всероссийских и международных турниров. Поэтому будет очень азартно, очень всмотребельно. Турнир стартует 20 февраля. Напомню, что наша телекомпания будет вести прямую трансляцию Кубка города Улан-Удэ из спортивного зала КСК «Дружба». Начало первых игр в 16.00. Батар Ламбаев, Жаргал Сариндашиев. Новости дня.